Друзья, это пин-код, прямой эфир, Мариан Муренкова, Герман Малышицкий. Здравствуйте, Мариана. Здравствуйте, Герман. Зачем ты мучаешь этот массажёр? Я не мучаю. Во-первых, я пытаюсь разобраться, в чём практическое назначение, как ты выразился, массажёра. Сокральный смысл. Да, ну а если без шуток, я пытаюсь подсчитать, сколько белорусские женщины смогут заработать после 8 марта, сдав подарки после 8 марта. Потому что, оказывается, такое явление имеет место быть. Я смотрел тоже этот рейтинг, перечень самых ненужных подарков, это, насколько я поняла, Соковыжимал. Одни ли рейтинги вы смотрели с того, Герман? Да, наверное. Эти яйца, которые варки, вот всё, вот это вот не нужно. Да, а я смотрела там, где тренажёры, годовые абонементы в тренажёрные залы и мультиварки. Вот я с этим полностью не согласна. То есть тренажёром пользуешься? Ну, как бы, да. Я не знаю, он какой-то невиданной силой превратился у меня в какой-то тренажёр для сушки белья. Но... Тоже хорошее применение. А вот в пин-коде нет никаких лишних вещей, всё только самое интересное. Давайте узнаем, что ждёт вас ещё сегодня в нашей программе. На что Катя Доделькина променяла свой диван? И кто отобрал телефон у нашей коллеги во время съёмок? Куда бежать и что делать, если вас обманул продавец? Мы научим защищать свои права. Что будет, если скрестить фотографа, музыканта и поэта? Представитель проекта «Аурта энд Горан» расскажет, что из этого получилось. Друзья, ну а на прошлой неделе мы выбирали мисс пин-код. Барьяна, знаешь ли ты эту историю? Знаю, эту историю, эту историю не забудешь. Позорных 7 баллов, мои дорогие поклонники. Или как там, 7 голосов? 7 процентов, наверное, правильно. А то 7 голосов совсем мало. Но говорим мы не об этом. Сегодня мы обещали подвести итоги конкурса поддержки тех фотографий, тех видеозаписей. Мы выбрали лучшие фотографии и видеозаписи, которые вы нам прислали. Ну давайте начнем с фотографии Кати Антоновой. Она затмит любую невесту. Это Виктория Вайбах, да. Ну конечно. Так. Дарья Лилия прислала вот этот таинственный, замечательный рисунок. Мы с Германом гадали до эфира. Это Анна Ваганова все-таки или Леся Бояр? Ты знаешь, очень сложно сказать. Действительно. Но интересный рисунок. Мне очень понравился. Мне кажется, это Анна Ваганова. Ну мы не будем. Вот Настя Тезаурус. Какая интересная. У нее фамилия. А похоже она на Татьяну Новикову. По разрезу глаз. Да, ну кто знает, кто знает. Екатерина Ваганова, они даже не скрывали. Екатерина Ваганова прислала коллаж для Анны Вагановой. Какой яркий, красивый, желтенький коллаж. Как вот теплый, как сама Аннушка. Так. Анастасия Круг прислала вот такой коллаж для Екатерины Дайдеркиной. А я открою секрет для Анастасии Круг, что все-таки не красный цвет Кати, а белый. Да? Я сам не знал. Давайте дальше посмотрим. Вот. А это я, Ксении Матвею. Большое спасибо. Все очень красиво. Ну а есть еще видео у нас, так скажем, поддержка. Конечно. Давай посмотрим, что нам прислали. Вот видео от Виктории Евлампиевой для Леси Боярцевой. Всем привет, дорогие друзья. Я искренне хочу попросить вас поддержать в голосовании певицу и телеведущую Олесю Боярцевой. Какой интересный асцент у Леси, да? Первая запись будет в паблике Лавеласка, закрепленная. Пожалуйста, проголосуйте за Лесю. Она очень хорошая, непосредственная и красивая девушка. А лицо да не показывает. И прекрасная телеведущая. Она заслуживает победы в конкурсе. Конечно. И она победила. Мы приветствуем вас в клубе людей, которые умеют менять свой голос. Ну, шучу, наверное, все-таки это не Олесь Боярцевой сделала такую зарисовочку. Давай посмотрим еще. Еще одно видео. Маргарита Стамко поддерживает Екатерину Антонову и сделала вот такой вот слайд-фон. Ты постоянно спрашиваешь, за что я тебя люблю. Под песен. О, сколько лет этой песни, да? Ты запомнила? Понимание. За то, что ты красивая, милая, дивная, сильная, скромная, яркая, нежная, честная, стильная, добрая, веселая, самая лучшая. И не подспоришь. Действительно интересно. Спасибо большое, что сделали такое слайд-шоу. Надо кому-то подарок все-таки отдать. И не закрывается, пока не захочется. Вот видишь, это хорошее. Давай кому-то подарок отдадим, мы же обещали. Да, а то я уже и присела. Напомню про подарочек. Это портативное зарядное устройство. Вот кому оно достанется, прямо сейчас и узнаем. Мне кажется, вот должно Дарье Лилии. Потому что нарисовать рисунок, это дорогого стоит. Слушай, ну я соглашусь, потому что мы гадали, это Анна Ваганова или не Аня Ваганова. Хороший рисунок. Вот именно Дарье мы отдаем такое вот замечательное портативное зарядное устройство. Нужная вещь, нужная покупка, не импульсивная. К чему бы это я о покупке говорила? Наверное, не просто так, потому что неделя-то у нас чему посвящена? Потребителям, вам и нам, дорогие телезрители. Все мы потребители. Мы просим сегодня вам, вас присылать фотографии ненужных покупок. Ну, бывает такое. У тебя бывали ненужные покупки? Я купил лото недавно, 30 рублей потратил. Мне кажется, что это самая ненужная покупка. Понимаешь, за это ты ничего не получишь, а вот победитель нашего сегодняшнего интерактива получишь. Пригласительный билет, научно-развлекательный центр, парк чудес, Эврикум. Так что, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте и присылайте фотографии самых ненужных покупок, которые вы совершали в жизни. А мы встречаем человека, который поможет нам разобраться, можно ли вообще покупки дать. Можно ли вернуть, да, эти покупки. Встречаем председателя общественного объединения Белорусское общество защиты потребителей Анна Владимировна Сужа. Заходите, пожалуйста, к нам. Здравствуйте, Анна Владимировна. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Если вам мешают наши счеты, можете... Вы знаете, это очень интересная вещь, артефакт. По крайней мере, молодые люди сейчас и не представляют, и не знают, что это такое. Мы называем его массажером. Но сегодня не про счеты мы вас пригласили говорить. Мы сегодня будем обсуждать, вот как можно ли вернуть вещи или нельзя. И для начала давайте разберемся, с какими проблемами чаще всего обращаются... Топ-3, вот кратко. Это очень разнообразные вопросы, с которыми обращаются потребители. Люди стали жить богаче, приобретают квартиры, автомобили, туры для отдыха. Вот так вот. А подробнее мы поговорим сразу после рекламы на нашем телеканале. Не переключайтесь. Это пин-код на телеканале Беларусь-2. Мы возвращаемся в прямой эфир. Сегодня мы обсуждаем, тема недели у нас звучит потребители. Мы как раз-таки вот говорим про всех нас, кто любит ходить в магазин, совершать покупки. А иногда, к сожалению, бывают у нас ситуации не очень, поэтому мы сегодня разбираемся все вместе в этом вопросе. Да, думаю. Да, давай. Нет, я знаю, что это было. Хорошо. Потому что меня эта тема очень волнует. Вот я говорил, что я купил лото. Да? Вот я купил лото, вот такие вот штучки. Ну, ты мелочный человек. Я понял, это просто общий случай, да? Грубо говоря, X, да, мы его обозначим. Я его купил. Я хочу, вернусь, потому что мне оно не нужно. Имею ли я на это право? Есть ли какие-то строки? Спустя год. Нет, спустя год явно нет. Дело в том, что некоторые товары в 14-дневный срок можно возвратить. Но ваше лото отнесено к игрушкам. И если герметичность упаковки, то есть, сохранена, то вернуть вы его можете. Если вы там уже рассматривали, или если со своими коллегами уже сыграли, хоть и 14 дней не истекло, возвратить вы это не можете. Вообще, эта неделя объявлена. Даже, скорее всего, год пройдет под таким девизом «Всемирный день прав потребителей». И он будет. Верни лото. Верни лото, неверное лото. И завтра. Вообще, хватает работы у вас? Потому что я по себе сужу, ну, случаются всякие вещи, да. Но я думаю, а ладно, не буду отнимать ничего времени, свое в том числе, не пойду в общество защиты прав потребителей. Много ли народа обращается? Да, конечно, много людей, и объясняется тем, что просто люди знают, что существуют такие организации, что есть определенные права у потребителей. Поэтому, когда не удается защитить вот непосредственно в магазин, куда ты обратился с какой-то проблемой, то тогда обращаются к нам. Вообще, мы рекомендуем вначале продавцу, то есть в магазин, в котором ты приобретал товар, если он оказался некачественным. Если у тебя не получается, вот тогда за помощью и поддержкой. Ну, к вам же обращаются, наверное, не только когда приобрели, но и при каких-то спорных ситуациях. Вот у меня была такая история из жизни. Давай, Венечка, рассказывай. Я с подругой, да, у меня она на болевшем, да, я с подругой в магазине, в крупном магазине выбирала постельное белье. Она выбирала, я просто стояла, наблюдала. И, наверное, маркетинговая служба не очень хорошо сработала, рядом стояло стекло, ваза. Ну, то есть, мне кажется, нельзя ставить такие вещи рядом, да. И она поворачивалась с сумкой, задела вазу, и она разбилась. Это было явно видно на камерах. Но охрана почему-то убеждала нас заплатить. Там были небольшие деньги. А вот ты сама ее взяла и разбила? Мы бы заплатили их. Но мне кажется, это противозаконно, потому что на одном занятии в университете право, право, правоведение, да, я побывала и услышала, что никогда не платите за вещи, которые вы там разбили случайно, потому что все застраховано. Ну, если в руках не держали, не били. Действительно, и мы также об этом говорим, что не торопитесь платить за разбитый стакан, но всякие могут быть ситуации. Как вот сказал, что взял с рук, полетела эта вещь, разбил, или ребенок схватил где-то с полки. Но если страдает выкладка товаров, то тогда вины потребителей нет. Это всегда проблема. В этой ситуации были правы мы с подругой, правильно? Да, это, конечно. Ну, вижу какие-то... А нас хотели заставить платить. Дело в том, что да, магазин считает, что понес убытки, и поэтому требовал с вас возмещения этих убытков. Ну, слушайте, вот другая история. Мы все, мы сходим в магазины, хотим купить какую-то, может быть, электронику и так далее, флешку. Мы хотим убедиться, что она работает. А нам говорят, нет, упаковка герметична, если мы вскроем, а вы потом ее не возьмете, мы ее, грубо говоря, не продадим. Законно ли это? Имеет ли право потребитель убедиться до покупки, что товар работает? Мы должны протестировать, правильно? Я всегда. Вы знаете, сейчас такой широкий круг товаров и такое разнообразие, что вы вполне можете отказаться от этого магазина. А магазин в итоге откажется один потребитель тысяч, он теряет свои деньги, своих... Мы будем давить на магазины, игнорировать их. Наоборот. Своих потребителей он просто теряет. На самом деле, когда вы приобретаете такую вещь, вам должны продемонстрировать, каков товар в использовании, сделать отметку в гарантийном талоне или в документе его заменяющем о дате продажи, для того, чтобы впоследствии можно было доказать, что вот вы купили вещи именно в этом магазине. Здесь явно нарушаются ваши права. Нас смотрит очень много несовершеннолетних ребят. Вот так термином назовем молодежи, которые, ну, тоже потребители. Все мы потребители, все мы что-то покупаем. Если у несовершеннолетнего случилось то, что он купил какую-то некачественную вещь, может ли он сам вернуть, если она некачественная? То есть есть ли разница? Может попытаться сам, и все-таки его интересы, такие случаи были, представляют родители. Ну, а лицо административное может не принять несовершеннолетнего человека без родителей? Ну, это нужно спросить у администратора. Ну, имеет ли это закон обоснование? У администратора. Поэтому, ну, по-разному тогда, просто за родителями. Кто? Ну, лучше иметь рядом с тобой взрослого человека, чтобы отстоять свои права, правильно? Да. Ну, слушайте, это еще легкая история, да? А вот меня интересует интернет-магазины. Мы сейчас век 21. Все практически покупаем в интернет-магазине. Зачастую это где-то склад на конце города, но тебе все приводят, все классно, конечно. Как можно вернуть там товары? Ведь, по сути, это другое, наверное, есть ли какие-то разницы? Дело в том, что вот как раз Всемирный день прав потребителя объявлен под таким девизом потребительские права в цифровую эпоху. И вот как раз здесь сделан акцент на покупках, на приобретениях вот в этой цифровой среде. И нужно очень четко различать, что вы приобретаете в интернет-магазине. На самом деле это дистанционная торговля. Если вы покупаете сложно-технические товары, то если вы захотели вернуть в 14-дневный срок, вот посмотрели, там какой-то кнопочки нет, на ваш взгляд, или еще чего, то возвратить вы это не можете. Но если товар, потому что там сделана отметка и входит в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащего обмену, возврату вот этот товар. Но если возникают проблемы, есть сервисный центр, есть право ваше на возврат или замену абсолютно. Нужно быть внимательным покупателем. И более того, такая вот хорошая аудитория сегодня зрителей, что просто рекомендации посмотреть, проверить, как давно существует на этом пространстве тот интернет-магазин. Если он давно, отзывы почитать, и как давно он существует, 10-15 лет, то проблемы с возвратом товара или заменой не возникнет. Потому что есть такая проблема, что зарегистрировал индивидуальное предпринимательство, привез какой-то товар, продал его. И исчез. Да, и исчез, прекратил свою деятельность. А что в таких случаях делать? Все? И все пропало? Да, смотрите, потребитель имеет право обратиться к продавцу, поставщику и производителю. И поверьте, если сам продавец, сам поставщик, но где же найдешь того производителя? Отлично. А существует ли у нас такое понятие, как покупательский, потребительский экстремизм? Нет, я категорически возражаю, это вообще термин потребитель неприменим. Здесь можно просто очень мягче сказать, потребитель заявляет необоснованные требования. И вы будете правы против такого термина. Тот, который был потребитель. Как она любит работу и выступает за каждого потребителя, говорит, я против экстремизма, потому что потребитель всегда прав. А еще очень важная вещь прозвучала, прозвучала очень важная вещь. Надо всегда стараться немножко избегать конфликта, понимая, что все мы люди, и не зачастую... Находить компромисс во всем. А человек, который продает, он не виноват, может быть, в каких-то вещах. Так что мы вам советуем, чтобы как можно меньше людей к вам обращались, потому что все-таки надо регулировать мирно. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Поздравляем вас еще раз с вашим профессиональным праздником. И будем ждать вас к нам в гости. Спасибо. И также хочу пожелать делать осознанный выбор тех товаров, которые вы приобретаете. Спасибо вам большое. Ну а мы переходим к нашему интерактиву. Напомним, мы просили вас прислать фотографии самых ненужных покупок, которые вы совершали в своей жизни. Марьяночка, проходи, пожалуйста, к плазме. Давай узнаем... Кстати, плазма хорошая, вот покупка. Вот я считаю, что плазма хорошая, сенсорная, можно и фильмы, и игры. Ну давай перейдем, собственно, к фотографиям. Кстати, сегодня было впервые употреблено слово фотография в лексиконе. Но мы не об этом. Это звездное небо. Никита Соснин прислал наш постоянный зритель. Слушай, стой, дорого. Смысла никакого нет. Не сильно оно светит. Готово романтика. Не звездное небо. Но, да, романтично. Света Малиновская прислала. Что это? Из телемагазина. Вот я уже знаю, это фонарик. Наверное, там одна, один вот этот вот светодиодик, который... Ну это знаешь, ты... А я смотрю телемагазин. А, а я думала, ты активно заказываешь. Давай. Хорошо, Анастасия Лагун прислала, поясняй мне. Это какой-то ремень, тренажер. Она купила, нет, это она, наверное, ремень купила для телефона или для руки, чтобы заниматься. Но заявили один телефон, что подходит. Для ее телефона это не подходит. Вот бесполезная вещь лежит, забирайте, как говорится. Ну просто не сложилось. Света Малиновская. Я знаю, что это такое, ты знаешь. Нет, я не знаю. Я вообще не знаю. Мне кажется, я не на этой планете живу. Это не проливайка, ты можешь крутить, ворочать и так далее, а ничего не будет проливаться. Я бы купил такую вещь. Подарите мне ее. А зачем она? Ну так, на детей, наверное, чтобы они могли есть. Но вообще, говорят, бесполезная вещь, что она не очень-то работает. Давай дальше. Марина Мельничук вот прислала... Что это? Пакеты. Это просто очень много пакетов. Ну я вам скажу, что пакеты очень даже полезная вещь. Очень даже. Знаешь, вот чего много не бывает, мне кажется? Это еды. Вот сколько не купишь, сколько не положишь в холодильник, обязательно все съедят. Вот да. Еда – хороший подарок. Часто еду дарят. Постоянно по мне выведут, да? Герман. А можно принимать эти подарки? А ты плов любишь? Я люблю все мясное, плов в том числе. И знаю даже, как его готовить. Давай. Я такой молодец. Вот три основных принципа я знаю. Ты мне рассказала до эфира, что мужчина только может его готовить. Да. Восточной культуре только мужчина. Женский круг не терпит. Второе – надо добавить побольше жирка. Жирка. Да, обязательно. Вот не диетическое это блюдо. И третье – плов надо есть руками. Да. А вот более подробно об этом расскажет Татьяна Новика и Паша Кислый. И Паша Кислый. Узбекская пословица гласит «Бедный человек ест плов, богатый только плов». Блюдо является национальным не только в узбекской кухне, но и в азербайджанской, таджицкой, киргизской и еще с десяток других среднеазиатских кухонь. Настоящий плов и до Минска добрался. Попробовать его можно в ресторане «Чайхана», где блюдо готовят по всем правилам и традициям. А сейчас мы попадем в святую, святую и ресторан «Чайхана». Плов могут готовить женщины, но лучшими в этом деле остаются мужчины. А если вы решите приготовить блюдо на большой праздник, свадьбу, например, то вам следует обратиться к Ашпазу, мастеру этого дела. Предлагаю позвонить моему коллеге, он уже на рынке, да, давайте, что нужно, и мы сейчас скажем. Алло. Паш, привет. Да, Тань, привет. Записывай срочно, что нам нужно. А, ну, хорошо. Курдючный жир, баранин, морковь желтый, красный. Лазер или аланга? Без зиры даже не едь сюда. Все, давай, без зины не приеду сейчас. Пока. Зира, лазер, зира, зира, лазер. Кенджа есть у вас? Кенджа, аланга. Аланга или кенджа? Плов делаем этот, по-царски. Хорошо, давайте тогда вот это, да. Это зира. Это вот нам на целый казан надо. Вот так. Хватит, да? Хорошо, спасибо. А может, у вас еще лазер есть? Лазер есть. Для приготовления плова в чайхане используют настоящий большой танкбер на углях. Большую часть продуктов привозят из Узбекистана. Из колес они заставляются в Минский Налогойский тракт 22А, Старобилинскую 4 или на Сурганово 61, где, кстати, мы и кашеварим. Последнее, что нужно было, курдюк. Самый чистый, который был, нашел. Суп. Настоящий узбекийский плод должен готовиться в таком чугунном казане, в очаге открытом огне. Курдючный день растапливаем. Потом масло туда добавим. Сейчас лук. Джарвит, да, золотистого цвета. Задняя нога баранина. Самый такой сочный, да. Вот прям так целым куском? Целым куском, да. Чего себе. Теперь морковки. А ехали. О-о-о! Соль. Прямо вот так вот? Ну, да, чтобы она тушилась. А-а-а, водичку заполняет. Аминут. Изюм. Уже изюм пошел. Да, зира. Зира. А это такая, как это, придает тот самый... Она будет сейчас час тушиться. Целый час? Целый час, да. Через час будем закладывать рысь. Да уж, перед этим заветным пальчики оближешь. Сначала пару раз их обожжешь, и потом только оближешь. Но обожженные пальцы такая мелочь. Главное, что мы почувствовали вкус настоящего плова. Наташа, узбекский плов. А плова-то закателось. И вилка-то уже наготове. А не для плова-то, а для Кати Додеркина. Она нам что-то принесла вкусное. Да, это не просто какая-нибудь каша, а это сувенир из путешествия, в которое я отправлялась на прошлый день. Но ты же туда две недели назад ездила, Катя. Имеет совесть. Откуда каша? И что это за путешествие такое, где дают? Я вижу пшон. Держите, угощайтесь. По-моему, где пять звезд, стук там не дают. Как ты, угощайся. Это путешествие в детство, Мариан, о котором многие сейчас мечтают. И я предлагаю посмотреть. Я думала, ты хочешь, Катя, о котором ты уже давно не помнишь. Не помню, как и ты, собственно. Ну давай, мы поковыряемся и посмотрим твой сюжет. Хорошо? Попробуй. Приятного. Спасибо. Спасибо. Вместо денег в конверте путешествия. Пункт назначения засекречен. Под покровом ночи пакую чемоданы и уезжаю в неизвестном направлении. Хотя, минуточку. Дорога до боли знакома. В этих краях я бывала. Правда, лет десять назад. Тогда точно так же с просонья задавала животрепещущий вопрос. А можно в зарядку сегодня не идти? Не, нужно идти. Вам вот только кроссовочки обуть. Да, вы все правильно поняли. Мы в детском оздоровительном лагере. О, я дуно висит! А значит, настало время вспомнить про строгий распорядок дня и пионерские традиции. Ты не поможешь мне вот с этим славиться? Да, вот, иди. Попытки завязать идеальный узел привели к первому замечанию. Опоздала на утреннюю линейку. Здесь, по старой традиции, отряд обсуждает планы на день, получает напутствие от лжатых и старательно оттягивает момент выхода на завтрак. Ведь после него уроки. Расскажите, что интересного в школе? Сложнее учиться, чем легче? Легче? Да. То есть можно захватать хороших отметок и в школу принести идеальный дневник? Все серьезно. Здесь оценивают планы. Честно оцениваю. Шанс продемонстрировать эти самые знания выпал быстро. За попытку обменяться записками с новоиспеченным одноклассником, меня вызвали к доске. Забытое чувство паники. Это вы не только внизу, но и расскажете. Второй. Второй. Ускорение тела, прямо пропорционально результирующих приложенных ему сил и обратно пропорционально массе тела. Да? Дополнительные вопросы, трудные задачки. Все как в настоящей школе, даже в подсказке с первой парты. Они пришлись очень кстати, ведь ни калькулятор, ни всезнающий гугл здешним школьникам помочь не могут. Катя, все, сдаем в телефон. Совсем? Сдаем, да-да-да, нам ура. Так, и надолго? Ну, до вечера. Кому не доходит через школу, постучим в печень. Таковы правила лагеря. Никаких социальных сетей и селфи на фоне доски. Но пока Инстаграм пустует, можно окунуться в реальную жизнь. После уроков, подвижные игры, интеллектуальные конкурсы и кружки по интересам. Я забрела на занятия по художественной лепке. Час кропотливой работы и... Мой сувенир почти готов. А оставшуюся глину можно отправить... На лицо. Да, кстати, маску для лица. Отличная идея. Мне нельзя. Несторожно. Запрещенные СПА-процедуры мы оставили для тихого часа. Но пробовать не успели. Уснули. А когда проснулись, вновь погрузились в удивительный мир беззаботного детства. Посещение аквазоны, экскурсия по лагерю, дискотека и, конечно, традиционные вечерние разговоры. С доброй вам ночи, ребята-зубрята. С доброй вам ночи, ребята-зубрята. У горящего костра принято делиться впечатлениями и загадывать желания. Моя очередь. Хочу, чтобы каждый из вас нашел возможность окунуться в романтику детского лагеря. Такое не забывается. Да, такое не забывается. Хотите, я вам расскажу про свои лагеря? Давай. Это история на всю жизнь. Я была четыре раза в лагерях детских. И три раза я возвращалась через три дня домой. Я просто стояла с сумкой, мне было, напоминаю, 7, 8 и 9 лет. Я не знаю, каким образом меня отпускали, это было недалеко. Сколько ты жила там? Это было далеко от Орши, я бы сказала. Да, не это и на перекладных. И моя мама просто уже, когда мне было 8 лет, я возвращалась из третьего лагеря с сумкой в руках. Она открыла дверь и говорит, ладно, доча, заходи. И только когда я ехала в Литву, папа сказал, доча, там граница. Пожалуйста, не делай нам проблем. Вот как-то не сложилось. Как они проблему-то решили. А Катя решила... Я не хотела уйти из лагеря, на самом деле, потому что выяснила, что зимой, о, весной там нужно учиться. Это было самое неприятное, самое сложное. Я забыла школьную программу, оказывается, напрочь. Вот, спасибо 29-й школе города Винитинск. Да, за то, что кое-что все-таки в моей голове осталось. Спасибо. Спасибо, это школа. Ну, а я предлагаю передать привет вашей школе. Я подготовила маленькие экзаменационные билеты. Где там литература? Там я тебе потом подскажу. И предлагаю выбрать по два, чтобы все было по-честному, Герман. Так, давайте, раз. По два? По два, конечно. Давай я возьму розовый, мой любимый цвет. Как вам не видно? Так. Кто автор романа Тихидокска? Как ты просила? Да. Скажу, читала и не один раз. Шолохов. Браво. Так. Нас один. Ты давай. У меня самый сложный, я вообще не знаю. Я пока подумаю. Давайте, в какой галактике находится планета Земля? О, ну это все знают. Все знают. Нет, нет, солнечная система. Катя, не говори, не говори. Не скажу, конечно. А галактика, я даже не знаю. Вот дома придешь, подготовишь и в следующий раз расскажешь. В следующий вторник, пожалуйста. Да. Давай. Какая кость человеческого скелета самая крупная? Дай-ка мне еще эти эмберетики просто посмотрю. Может, ты нам специально? Марьяна. Какая кость человеческого скелета самая крупная? Я тебе подскажу. Извините. А вот... Бедро. Что за бедренное? Мерсовое. Бедренное, бедренное. 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 С горем пополам. А вот вопрос для нас, Марьяна. И Марьяна, я знаю, может быть, узнает, кто совершил первое кругосветное путешествие, а? Магила? Да, она это знает. Она вообще была лучшая. Человек учился в школе так давно, и все хорошо. Не то, что некоторые. Покажи. Ты сладкий. Ну не так-то и давно уже. Так все, уже это кончились вопросы. Это нам так мало. Сколько длилась столетняя война, Герман? Сколько длилась столетняя война? На смекапу. Почувствуй себя. Герман. Нет, не сто лет она длилась. Скажите, а вот и мы уже знали, кто историю не учил. А я знаю, что она не сто лет длилась, поэтому решила... Больше или меньше? Думаю, меньше. Нет, больше. Больше. 116. 116 лет. На самом деле, полезно иногда возвращаться в школу, потому что вспоминаешь те вещи, о которых периодически забываешь. Герман, я рада, что ты готов, чтобы это не окажешься. А то мы ни о чем никогда не забываем. Держи тарелки, Герман, вилки. Можно я сегодня это сделаю? Ты не против? Да. Чтобы Катя вытащила конверты. Давай. Наконец-таки я сегодня в зеленом, поэтому, как всегда, традиционный зеленый концерт. Давай. Ты будешь нам показывать или потом? Что там? Говори уже. Какая сумма? Не стесняйся. Ты сложи, Герман. Ну, думаю, рублей 20 должна в этот раз быть. А я, подожди, я вижу 70 рублей. Ой, 7 рублей. Ребят, вы задачки школьные решаете лучше, чем выгадываете. Он пустой. Что, он пустой? Ну, я так и чувствую, что вы еще не забыли положить. Забыли положить. И что-то будешь на 0 рублей отдыхать? Ну, у меня-то выбора нет. Раз забыли положить, придется отдыхать. Катя, мы желаем тебе удачи. Пускай у тебя все получится. И пускай ты на 0 рублей отдохнешь как надо. Ведь это 0 рублей. Это прекрасная сумма. А тебе рекомендую дома посмотреть такие учебники. А я вам рекомендую посмотреть рекламу на нашем телеканале. Мы возвращаемся в прямой эфир от пин-код Марьян Маленкова. Герман Малышицкий. Мы сегодня не одни. Мы сегодня в замечательной компании человека. Евгению Горану. Правильно. Да. Я просто с придыханием произношу это имя. А знаете, почему с придыханием? Потому что у нас в гостях поэт. А вот когда поэт приходит, сразу становится как-то легко, поэтично, по-весеннему, свежо. Мне хочется читать стихи. Марьяночка, прочтешь четверостишки? Не, не буду. Или нет? Ну ладно. Потому что у нас есть поэт. Мы вас пригласили сегодня не просто так. Дело в том, что выходит проект. Появляется в этом... Вот на этот свет. Появляется проект. Да. Проект музыкальный. Проект все-таки из фотографии, связанный поэтически. Расскажите, что за он? Почему вы решили все это соединить? Значит, проект уже два года. Вот так. Не обломали меня. У меня написано, что появляется. Ну да. И мы в проекте трое участников. Я пишу для тексты. Еще у нас есть музыкант Дмитрий Ладис. Он же Аорта. Это его псевдоним. Он занимается музыкой. И еще у нас есть замечательная Дина Данилович. Она фотограф, художник, которая отвечает за всю визуальную часть проекта. У нас есть фотографии. Вы рассказывайте, а я буду листать. Да. Да. Проект уже два года, как я сказал. В чем суть проекта? Давайте в двух словах. Мы просто хотели соединить поэзию, музыку и визуальный ряд, создавая таким образом какой-то наш особенный, ни на что не похожий мир. То есть это своего рода спектакль, световой... Аудиовизуальный, да, спектакль. То есть это можно назвать спектакль, в принципе, или нет? Ну, скорее перформанс. Модное слово. Вы тоже любите, да, модные слова? Модные словечки. На то же они и поэт. А скажите вообще, как вот эта идея пришла? Именно в таком варианте это создать? Именно таким составом? Сначала мы познакомились с Диной, она... Это Дина? Нет. В качестве фотографа она... Пролистываем. ...очень долго меня снимала как модель, а потом я стал серьезно заниматься литературой, и мы подумали, что мы бы хотели сделать какие-то публичные выступления, и нам понадобилась музыка, и она, собственно, свела меня с Димой. Мы познакомились, подружились, решили втроем делать этот проект. Слушайте, ну это очень интересно, очень приятно, что кто-то вообще занимается сейчас и литературой, и поэзией, потому что, ну, век, знаете, сейчас... Что такое поэзия? В этот век потребителя. Очень много век потребителя, что такое поэзия? А очень приятно, что вы, соответственно, этим занимаетесь. Аудитория какая? Для кого этот проект? Потому что, вот честно, я немножко скепсис есть какой-то, когда смотрю на новые проекты. Я как-то активный блогер, да, Инстаграм и ВКонтакте. Я вижу, что сейчас поэзия возвращается на круги свои, а очень активный интерес. Ну, среди молодежи. Бродского читают, и не только Бродского. Просто мы за кадром говорили с Женей, он говорит, такой вот набор дилетанта, да, Бродский, Цветаева. Ну, все-таки это... И Синин, да. Для кого? Для кого этот проект? Давайте разберемся. Ну, изначально, конечно же, мы делали его только для себя. И мы понимали, что нам интересно находиться в этом всем месте. Мы друг с другом про одно и то же, мыслим в одну сторону. И потом набрались смелости и решили сделать, а давайте, а давайте, сделали. Абсолютно разные люди приходят, я не могу сказать, что это подростки или молодежь. У меня была прекрасная история. Мужчина лет сорока подошел ко мне после выступления и сказал, спасибо вам большое за вечер. Я поблагодарил его, и он говорит, я вспомнил свою первую любовь. Я говорю, здорово. Ну, какие-то очень приятные. Наверное, для этого и нужна поэзия, для того, чтобы задевать какие-то струны. Струны вот эти вот вдохновения. Мы знаем, что 22 числа марта будет открытая репетиция у вас. Кому туда идти? Зачем туда идти? Зачем вообще на репетицию приглашать? На репетицию, да. Не, ну, конечно, я в ироничном варианте. Я знаю, что туда надо идти обязательно, потому что я большое поклонение поэзии. На наш телезритель, вот почему они должны это сделать? Потому что это будет очень красиво, потому что это будет в музее Асгура. А если знаете, там скульптуры эти потрясающие. Потому что Дина сняла потрясающий новый визуальный ряд, Дима записал прекрасную музыку. Я сочинил тексты, и нам не терпится все это показать. Вы так красиво, спокойно, размеренно говорите, нам так приятно. А вообще проект Пин-код тоже любит своих зрителей удивлять. Конечно. И прямо сейчас, в такой вот спокойной манере, мы хотели бы вам представить анонс того, что будет завтра в нашем эфире. А потом вернемся. Отметим день потребителя вместе. Узнаем, как получить сградную реализацию своих идей. Научимся отстаивать водительские права цивилизованно. И поставим товар так, чтобы вы не смогли пройти мимо. Включайте Пин-код завтра в 15.20. Женя, а расскажите, будет ли для тех, кто не попал на репетицию или на концерт, вот на самый перформанс, какой-то вот, как сказать, материальная оболочка в вашем творчестве, чтобы можно было поставить и посмотреть? Вообще у нас есть релиз уже на калифорнийском бренде Far From Moscow. Нам выпустили мини-альбом. И сейчас мы вот, собственно, этой репетицией подводим какую-то черту. И в конце весны у нас выходит дебютная пластинка. И мы вот всего этого ждем. То есть как бы вот эта репетиция, само вот это действие, это презентация вашего? Предпрезентация. Предпрезентация. Мы решили просто разогреться. Предпоказ. Я сложного поэта. Предпоказ, да. Мы решили разогреться и просто... Женя, все кем-то вдохновляются. Кого-то берут пример. Я понимаю, что это банальный вопрос, да, но очень интересно. У вас нетипичный проект, да, не характерный, не модный, так скажем, да. Ну, хотя он востребованный. Это же ты сказала. Нет, нет, нет. Я в хорошем смысле слова, да. Меня Женя понял. Да, и надеюсь, телезрители тоже. Скажите, кем вдохновляетесь? Да, у нас у каждого свои ориентиры. Вы конкретно? Конечно же, мой любимый поэт – это Поль Целан. Немец такой. Вот, он самый. Ну и все, Бротиган, Транстремер, Мудисон. Это все какая-то та школа. Не Серебряный век, конечно. Я понимаю, как я стара и необразована. Столько фамилий, налогу узнала. А впрочем, это нормально. Действительно, очень много мнений, и это очень хорошо. Хорошо, обменяюсь, Женя, потом. Давайте посмотрим наш интерактив, потому что сегодня ребята тоже старались. Может быть, они тоже творили. Можно я Жене поясню? У нас вся неделя посвящена потребителю. И, собственно, мы сегодня попросили наших телезрителей присылать нам фотографии тех покупок, которые, в принципе, были сделаны импульсивно. Они не нужны. Вы, дамам, что подарили своим на 8 марта? Цветы. Их уже не вернешь. Я знаю, мы уже разобрались. Билеты были на рейс. В далекие края. Вот, несмотря на то, что вы поэт, и весь такой вдохновленный, вы делаете очень практичные и красивые подарки. Я просто знаю, что любят люди, мне очень... Замечательно. А наши зрители, видать у них немножко сложнее, потому что присылают вот ненужные вещи, а может быть, и им подарили. Это что такое? Я знаю. Вы рассказываете, потому что я, вот он все знает, он все заказывает. Косточки с вишней, наверное, или какая-то выжималка, не знаю. Есть такая штука, как удалять косточки с вишней. То есть вот то, что я делаю каждое лето, беру булавку. И булавкой? Да, и булавкой выковыриваю часами. Это, ну ладно. Давай посмотрим дальше. Да, я пропустила какую-то фотографию. Александра Боровикова прислала... Вы знаете, что это? Что это? А я знаю, это освежитель для собак. А, я думала, этот брызгать, чтобы росла шерсть. Нет, не для... Подождите, это не... Это для собак, но я так понимаю, чтобы им дыхание было свежее, вот чтобы решить... Свежее дыхание у вашего пса. Это прикольно. А мне кажется, очень нужный подарок. Так, следующая фотография. Диана Тимохова, это что такое? Монстр какой-то. Это просто монстрик. Это держатель для конфеты какой-то своеобразный. Давайте дальше. Для конфеты? А конфету нужно держать? Так, Тина Черенкова прислала нам. Мы первый лимон. Ну, может быть, такое тоже. Мне кажется, это подарок для Паши Кислова. Давай дальше. Так, Евгения Гукова прислала. А, вот эти вот маленькие игрушки. Эти модные, да, штучки мои племяшки тоже собирают. Вот, Дима Стелькина. Перчатки открыл, они бракованы, но, вы знаете, мне кажется, что это стиль жизни. Перчатки для стиля жизни. Давай дальше. Очень молодежно. Метла не очень хорошая. Ну, не сказала бы я. Мне очень нравятся такие вещи дома. Это красиво. Что-то я так... Нет, подождите, мне вот подсказывают, это искусственный кокос. Смысл? Я не знаю, какое смысл в искусственном кокосе. Мне кажется, это топ рейтинга. То же самое, что и во всех искусственных фруктов. И цветах вот эти мертвые тюльпаны. Весники разлуки. Миша Кириенко прислал. Ну, почему? Очень полезные. Хотя парню, может быть, он рассчитывал на машину. Женя, вы внимательно брали, делайте, что внимательно смотрите, потому что вам выбирать победителя. Никита Соснин. Звездное небо. Мы это уже, Герман, поясним, мы уже это показывали. Это звездное небо, да. Звездное небо. Света Малиновская прислала фонарик. Ну, на этом, наверное, закончим наш обзор. Будем уже кого-то выбирать. Давайте открывать уже, соответственно, весь список. Что, Женя, тебе понравилось больше? Какой самый бесполезный подарок? Есть какой-то? Включи свою рациональную часть и выбери нам победителя. Мы-то что-то про вишню говорили. Давайте вот косточки, которые, ну, давайте, наверное, и отдадим. Марина Миленчук. Что у нас получает в подарок, Марина Миленчук? Два билета в парк чудес Эврику. Мы вас поздравляем. Замечательный подарок от наших замечательных партнеров. Вы, соответственно, получаете. Марьяночка, давай-ка ко мне, потому что мы уже выбрали победителя. Это действительно замечательно. Я приобрету. Это и не бесполезно. Это и не бесполезно. Мы сегодня научились очень многому и у наших гостей, и у наших зрителей. Это очень приятно. У нас был замечательный, в гостях был замечательный поэт Евгений Гора. Мы желаем вам очень много вдохновения. Приходите к нам еще в программу, принесите свои альбомы, правильно? И читайте. Проект будет действительно успешным и востребованным, потому что то, что вы делаете, это действительно развитие культуры, развитие интеллекта. И это очень-очень хорошо, правильно? Это очень хорошо. Я всегда поддерживаю вот эту поэзию, культуру. Ну, а вы, друзья, смотрели молодежный интерактивный проект Пин-код. Герман Малышицкий, Марьяна Маренкова, мы вас благодарим и говорим вам до завтра. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»